Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться, веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и умножаться в познании и приобретении плодов Древа Жизни, которые есть Христов в собирании, ну и в познании самого Христа, Бога нашего, через максимальное отвержение себя, своих похотей, своих всяких-всяких-всяких нехороших желаний и творить дела любви Божьими дарами, всеми, какими Господь благословляет, и видимыми, и невидимыми, то есть естественными, сверхъестественными. И все это делать во славу Христову, прославлять Его и делами, и словами. Давайте помолимся, и я хочу кое-что поговорить. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, сущий и неизменный в Слове Своем Творец наш и Создатель, благослови, пожалуйста, эту трансляцию, устоговорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. Это прославишься Ты, пришедшего плоти, неизменный в Слове Своем и воле Своей благой, чтобы все мы были счастливы, Господь мой и Бог наш. И имя Твое Святое да прославится в века, которой есть любовь, явленная Тобой, и до воплощения всеми благодеяниями, и после, и даже благодеяниями, до добровольного отдания жизни своей, для спасения всех нас, верующих в Тебя. И да откроется помышление многих сердец, Господи, и узрит всякое плоть, славу и величие. Ну а главное, Божество Твое, Воскресение Твое, и будут на Тебя уповать все народы, и все мы христиане ежедневно. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господь Иисус Христос, Бог, любовь посреди нас. Я хочу продолжить тему заповедей. Вот вы ролик-то смотрели, я думаю, по поводу заповедей, то, что я писал, заповедь одна, а дел любви много. И вот я хочу его продолжить. Я, в принципе, мне, ну, лично так не говорили, хотя косвенно там писали, может быть, и еще там кое-каким людям, типа, вот как же Господь же говорил Матфею, люби Бога и ближнего, да, как самого себя, ну, в синаптических Евангелиях, Матфея, Марка, Луки. И вот эти непросвещенные, я даже не знаю, зачавшиеся ли вообще, я уж не говорю о рожденных и возросших чадах Божьих, все это иудео-язычество. Спрашивали, я говорю, кто Господа-то об этом? Там законник, там учитель, фарисей или кто-то там, я не помню, во всех разные были, во-первых, не ученики, да. И он им по-внешнему и говорил, вот любите Бога невидимого и ближнего, как самого себя, и вот любите его всем, типа, тем культом, да, который был в этом Завете. И, конечно же, нет. И я вам сейчас покажу, почему. Потому что некоторые думают, что я сам что-то выдумываю. Я ничего не выдумываю. Господь на прощальном ужине сказал, я Отец Одной, и кто любит Меня, тот любит всех, ближнего своего. А ближний, мы знаем, он как раз вот там в Матфее, на вопрос этих законников и учителей, и фарисеев, говорил, что ближний – это тот, кто вот на уровне твоей руки, вытянутый, на расстоянии твоего слуха и на расстоянии твоего взгляда. Вот кто настоящий ближний-то, да. И не важно, что он, как фарисей, плевались и гнушались этими самарянами. То самарянин этот оказал нереальную просто любовь к этому побитому, избитому иудею. Вот. Более того, я просто вам хочу показать, что мы же слышим, что видим и читаем с вами Евангелие, и видим, что Господь говорил своим ученикам. И чтобы понять, что мы не сами это понимаем, нам для чего оставлена книга деяний, послания апостолов, для чего нам это оставлено-то? Чтобы мы посмотрели, а что же они поняли-то? Книга деяний, книга начала церкви, ее зарождение, да. Мы смотрим на жизнь, и там же уже и на слова можем даже посмотреть. Учеников Христовых, апостолов. Их послания мы можем посмотреть. И неважно, какая их жизнь была, мы видим, как там Павел даже восставал, обличал своих братьев, так скажем, на лицо, правда, где-то дело, что вот, что Петр там, что, видимо, может быть, Яков там закону учили, да. Но, опять же, одно дело, что там мы все возрастаем потихонечку. Мы можем посмотреть на послания апостолов. И вот я вам сейчас покажу, что в посланиях апостолов, я вам, конечно, честно признаюсь, я перед этой записью не прочел все послания апостола Павла, но я специально пересчитал послания Якова, Петра и Иоанна. Ну, и Иуда, ну, Иуда там вот такое послание. Я его даже не пересчитывал, я прекрасно помню, что там нет. И я знаю его контекст хорошо, она, в принципе, о лжеучителях все посвящено. Вот эта маленькая глава, его маленькая посланница. Об этом там ничего нету. Вот. Но Якова, Петра и Иоанна я пересчитал специально. Вот специально перед этой вот беседой. Всем рекомендую. Можете перечитать или до, или после, когда угодно вам. Они не такие большие. Они все, ну, у Якова пять глав, Петра оба восемь глав, и Иоанна опять пять глав. Ну, можете прочитать еще его второе-третье послание, хотя их уже не перечитывал. Вот. Там то же самое все. И я, конечно, единственное, книгу Деяния тоже все не прочитал. Но я говорю, я просто, я сам себе удивлюсь, если я столько лет подвизаюсь, изучаю Новый Завет, очень люблю, знаю его достаточно дословно, да, пусть там без точных ссылок на главы стихи. Такого дара Господь пока не даровал, да, вот, но дословно я всегда знаю. И я почему именно это все понял через апостол, понял Евангелие, через, что вот мы возьмем, я говорю, допустим, уж на чем, на чем, точно я сейчас могу. Смело говорить, опираясь, это вот на три послания Иакова, который пишет евреям, евреям, причем там по контексту видно противящимся как бы евреям, да. Мы видим, как бы пишет Петр таким уверовавшим, иудеям, и евреям, и язычникам, я говорю, это всегда так чувствуется. И как бы Иоанн Богослов пишет такое духовное послание своей церкви, но смысл о них в одних. Никто из них, вот, апостол, ученики Христов, никто из них не призвал любить Господа. Никто. Нет, должны были говорить, любите Бога, вы сейчас услышите проповедников и книжек вам понададут. Любовь к Богу, первая заповедь. Любовь к Богу. По воскресеньям в храм, свечечки, панихидки. Все там надо, чтобы было, все. Любовь к Богу. Молитва, правила. Ну, какая любовь к Богу? Ну, где они это взяли? Вот дайте им новый завет. Скажи, покажите пальцем, где мне написано любить Богу и дела любви к невидимому Богу. Ну, ладно, вам на это вот тыкнут, вам на это место в синаптических. Вы им, правда, ответьте. Вы видите, кому написано-то? Его спрашивают, кто? Вот эти вот обалдевшие, которым Господь и дал закон по причине преступления, а не по причине благодати. Павел им красной линейкой все время своим братьям пытается объяснить, что мы под законом, мы под проклятием. Это не благодать, он говорит, и это не от хорошей жизни нам закон, да, от того, что нас Господь должен был слеза земли стереть. Что мы все во грехах уже погрязли и с животинкой спали, и мать свою с отцом ненавидели, отводили их в пустыню, чтобы их там звери растерзали, потому что, ну что, лишний род кормить. Друг друга убивали, жен воровали, имущество. Закон дан не по причине благодати, а по причине преступления, по причине греха. Потому что ненависть и злоба, и не веря ни в Бога, ни во что. Бог их ведет из пустыни, а они все равно тельца льют. Бог говорит, все, кончилось, чаша исполнилась моего терпения, все, переполнено. Закон по причине преступления, а не по причине благодати. И вот иудеи насут своей избранностью. Да вы проклятый народ, проклятый, как и мы, христиане, можно так же сказать. Бог не к здоровым приходит, а к больным. Вот мы с вами, христиане, больные. Именно нам нужна была эта жертва. Именно мы с вами распяли Христа. Именно вот такие, как мы. Именно мы об этом и знаем, чтобы устыдиться, чтобы как-то покаяться и жить нормально-то. А вот кто не кается, особенно видят, особенно как иудеи, вот это вообще закоснели в своих грехах-то. Да, они, может, по закону перестали с животинкой спать там, друг у друга, может, воровать, хотя весь Ветхий Завет они там это и делали. Друг другу так же и жен воровали, убивали, все на свете. Но при этом своим богоубийством они явно показали, что у них на самом деле внутри сидит-то. Вот и мы такие-то. Каждый день, Павел правильно говорит, распинаем в себе сына Божия и ругаемся ему. Ибо кто не любит ближнего, тот это и делает. И вот если мы прочтем Иакова послание. Иакова, который познал Христа, который пишет 12 коленом израильским. Ничего он о любви к Богу слова не сказал. Но при этом они пишут о любви к ближнему и уповании на Бога. Почитайте Иакова послание. Оно, как всегда, идет шахматами. Вот так. Любовь к ближнему, упование. Любовь к упованию, любовь к упованию. Вы там увидите. От диванной веры, конечно, в начале Христа, как в Сына Божьем. И идет любовь к ближнему, так в перемешку все время с упованием. Там прям хоть разделяй, хоть складывай отдельно столбиками. Потому что идет перехлест там всегда. Берем Петра. Петра. Я вам сейчас напомню еще один случай, который написан в Евангелии от Иоанна Богослова, который он единственное вспоминает после воскресения. Именно в Евангелии от Иоанна Богослова. Иоанн Богослов вспоминает этот случай, что когда Господь явился им при море, когда они ловили рыбу, и по воскресенью Господь явился. И они сидели, Господь там как-то им приготовил поесть, мы не знаем, что-то там рыба была, что-то еще. Он говорил, придите, кушайте. Когда Иоанн Богослов сказал Петру, это Господь, когда они не узнавали его, Петр аж бросился, бросился и поплыл, горячим сердцем поплыл к своему Господу. То по воде, тут уже даже не спрашивай, Петр вообще молодец. Вот, бросился, выплыл. Ну и потом сидел, и Господь его три раза спросил, «Любишь меня?» Когда он три раза отрекался во дворе первосвященника, вы помните, да? И он три раза, и даже третий раз в печалью сказал, «Господь, ты знаешь, что я люблю тебя». Вот, человек, которого Христос спрашивает, «Любишь меня?» «Люблю». И Господь что говорил? «Идите, сотворите и научите все народы, чему я творил и научал». Учит нас Петр любви к Богу? Нет. Ни слова не сказал. Перечитайте два послания, вы удивитесь. Ни слова любви к Богу, даже ко Христу. Даже ко Христу. Это поразительно. Поразительно. Все время говорит о любви к ближнему. Все время. Вроде бы. Вроде бы. Иаков. Петр, который с Иаковым очень, как мы видим, от Павла дружили, да? Или, как сказать, Петр и с Иаковым как-то общался. Хорошо, наверное, близко. Вот. Ибо даже постеснялся, когда-то Иакову какие-то пришли брать. И помните, из-за этого же Петр, Павел предъявлял, что стали из-за братьев гнушаться язычниками, прятаться, избегать общения с ними перед братьями, которые от Иаково пришли. То есть, Петр как-то переживал, что увидят, передадут. Вот. Что, Петр? Нет. Что? Они выдают это как первую заповедь, как великую добродетель. Они рассказывают, как это любить Бога, и что надо сделать для Нем. Нет, мы ничего не узнаем об этом. Да, мы сейчас можем нафантазировать. Современные проповедники вам вот такую голову набьют, что надо сделать для Бога. Мы видим это в новом зайти. Нет. Не поняли, что Господь сказал, кто любит меня, любите ближнего своего. Мне от вас ничего не надо. Те, кто вам будет тыкать на Матфею, вы покажите пониже. Господь рассказывает о суде и говорит, что на этом суде, во-первых, все Евангелие, весь Новый Зайд говорит о том, что человек будет судиться по делам. И по делам не культа, а по делам любви. Что он сделал ближнему? Господь сказал, поставит, разделит одних по правую, по левую. И те, кто по правую, почему они там будут стоять-то по праву от Господа? Благословенные от Отца. Потому что голодного кормили, жаждущего поили, ногово одевали, больного и в темнице посещали. И более того, делали это и видимо, и невидимо. То есть и все это делали материально, и духовно. Покрывали грехи, кормили добрым Словом Божьим, истинным Словом Божьим, а не всякой лжею учениями, которые понадумали, или искажениями прежде учениями, ветхозаветного. Выдавая это за нечто великое. Нет. Истинным учением, учением Иисуса Христа питали. Напаяли именно этой любовью человека. Делами любви напаяли. Открывали ему это Евангелие. Ногово в темнице больного. Что это такое? Немощные люди, слабенькие верили. Никогда не обижали человека. Они еще больше его не топили, если он еще младенец во Христе. Может быть, или юноша, или подросток. Нет. Помогали человеку, духовному, или младенцу, может быть, или взрослому, но заболевшему духовно. Болеющему духовно. Куда-то не туда пошедшему. Помогают. Посещают. Ни в коем случае не колотят и не добивают. И поэтому вы поразитесь. И берем Иоанна Богослова. Все то же самое. Единственное, там есть, где конец четвертой главы, начало пятой, там надо внимательно читать. Во-первых, там опять идет, это надо показывать, сейчас не к тексту сказано, потому что проповеди огородные, не могу к вам обратиться. Это мы когда, кто будет со мной на Христолюбе читать, все там увидите. Если там пару раз и сказал он, Богослов, в конце вот это, после всей этой эпопеи любви к ближнему и по Ване на Христа тоже. Говорит, кто любит Христа, тот исполняет заповеди его. Ибо в том любовь к нему, ко Христу, кто исполняет его заповеди, он там в пятой главе начинает. Так именно он же писал Евангелие свою, от Анты. Он там и пишет. Вы помните эти знаменитые стихи, которые я всем привожу откуда ты и Христолюбца. Кто любит меня, тот исполняет мои заповеди. Кто любит меня, он говорит 21 стих, какая получается, по-моему, 14 глава, 21 по 24 стих. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, не любящий меня, слово мое не соблюдает. Христа любит и говорит, а слово мое, заповедь мое, та, чтобы любили друг друга. Там Иоанн Богослов просто в другой интерпретации в своем послании, причем он же его вначале писал, говорит, в Евангелии же это раскрыто. Кто любит Христа, а не неведомого Бога. А у Иакова это вообще хорошо, там и у Иоанна Богослова у всех. Как ты можешь, а кто любит Бога, говорит, что люблю Бога, вот именно того отца, типа, а брат своего ненавидит, тот лжец. И где там, а перед этим стих, где он говорит, мы любим Бога, потому что он первый возлюбил нас, ничего подобного. В грецких текстах это перевод опять кривой синодальный. Там написано, мы любим, там же перед этим, что любите ближнего, да, мы любим, потому что он возлюбил нас. Он об этом контексте ведет, а перевели мы любим Бога, никакого мы не Бога. Мы любим других, потому что он возлюбил первый нас. Там так, и в грецких никакого слова Бог Теоса там нет. Мы любим просто. А там любим других, потому что там все время идет о любви к ближнему. Вот и все, три послания, ничего. И знаете, единственное, да, я не перечитал все у Павла, сегодня не могу говорить. Но что мне точно помнится, что когда Павел заканчивает свое первое послание к Коринфянам, все, что я помню, это когда он сказал, и то, стих вообще не пришей ни к чему, да, он уже просто заканчивает, какое целое послание к Коринфянам, вы знаете, вот такое вот пишет, да, и о всем там, всего коснулось, начиная от этих разделений, человеческих, и рабства человеком, я Павлов, я Киевов, я Аполосов, вот, кончая всем там, всем дарами церкви, помните, этим гимном любви, как этими дарами, что надо служить, потому что этот гимн именно в контексте там вставлен, это все 12, начало 12, конец 14 главы, три главы посвящены дарам Духа, который мы и служим любовью, делами любви к ближнему, каким кому Господь что уделил-то, вот, и где Павел говорит, что если я все, все могу делать для себя, для Бога, а любви не имею к ближнему, мне все это дано, то он там в контексте даров, я говорю, все должен делать только для человека, иначе тогда никакой мне пользы, я ничего не прибрел, любовь по Петру, помните, он говорит, в вере, любовь, как раскрывается в человеке, через добрые дела, добродетель, покажите веру добродетелю, к кому, к Богу что ли, в братолюбии, в вере мы показываем, добрые дела к ближнему, если это опять так, контекстом сказать, Петр говорит, в вере покажите добрые дела добродетелю. Это все, о, добродетель, добрые дела, добродетель, добрые дела. Но какие? Ну да, добродетель делать, конечно, с рассуждением. Мозги-то включайте, что добро, что хорошо для человека. Может, можно и мороженое перекормить. Да, дальше покажите в рассуждении воздержание. Как ты что дашь, если ты сам от себя оторвать что-то придется? А когда оторвешь, уж потерпи. Что тебе Господь-то даст? Потерпи и ущемление, и в этом долготерпение, и воздержание, и вибротолюбие. То есть добрые дела какие? Он говорит, это дела любви к ближнему. И в этих делах в тебе открывается любовь. Все, только через эти дела любви к ближнему всякие раскрывается любовь. А Павел говорит, если я все, я тело отдам на сожжение, просто так, Господу это надо. Вы знаете, буддисты зажигают себя в конце жизни, кто не знал. Я вам сообщаю. Высшая степень пришедшего там в какое-то просвещение, и когда он уже чувствует, или не чувствует, или я там не помню, по какому он желанию это делает. Ну, в общем, верх эпопеи это зажечь самого себя. Не садятся там, поливают себя или как-то там, и поджигают. Все, вот вам, вот вам, любовь к Богу. Я люблю Бога. Бог, на тебе жертву. Вот, самая лучшая жертва я сам. Да, у человека есть это желание самого пожертвования. Вот именно кому оно нужно? Богу? Нет. Бог, то есть сожжение, самосожжение не нужно. Веру? Я верю. Гора, передвинься. Бог творил такие чудеса? Нет. Это те чудеса, которые требовали от него. Там в греческом очень хорошо, особенно в Евангелии от Иоанна, идет это разделение опять двух слов, как я вам привожу, где ремата и логос. Когда Господь говорит, что слово ремата, если услышит, проповедь устную, письменную, не будет судить его. А логос, который в сердце, всегда будет судить человек, потому что я Бог. Вот, я всегда внутри человека. Также и там у Иоанна Богослова очень хорошо эти слова разделены. Знамени и чудеса. И вот когда речь идет вот об этих халяве, об этой, когда просили там иудеи чудеса, и когда он укорял, Господь говорил, вы не уверуете, пока не увидите чудес. А когда действительно делал чудо вот это, накормил хлебами, притворил воду, вино, там слово знамени стоит греческое, я забыл как. В общем, это разные слова. Знамение дает он. Это не просто чудо бессмысленное. Я говорю, и вот я, Господь сказал же, буду горы переставлять и сижу на пляж делать. Нечего, давай-ка, туда-сюда, туда-сюда, раз, два, раз, два. И гора туда-сюда ходит. Что за бред? Вот Павел говорит, если я все буду иметь, всю веру и горы переставлять, и менее все продам, и деньги выкину, я же монах, я все пошел продал и в болото все выкинул. Понимаете? И говорит, если я любви, то есть если я это не надела ближнему, он же в контексте 12-14 главы в Первом Коринфянном говорит о дарах духовных. О том, что Бог все каждому человек дает что-то. Но не для того, чтобы ты в себя все это пихал, а для того, чтобы всем этим ты служил ближним. Тебе эти дары, чтобы научиться делам любви, которые в тебе взращивают Христову невесту. Если вы хотите более, еще образ простой, это дерево с его плодами, еще более мертвый образ, это дома, домостроительство внутри. Но лучший образ, это невеста Христова, настоящего человека, который откроется, когда мы разденемся от этой кожаной одежды, которую Господь нас облег всех в этом мире на коротенький срок. Вот. И Павел пишет в конце этого великолепного послания, первого послания к Коринфянам, пишет, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема, тому маранафа, анафема. Ну и что, заповедь что ли? И то кого-то опять не отца любить, а Христа. А кто любит Христа? Христос сказал, кто любит меня. Мне от вас, он не сказал, кто любит меня, ну-ка, в ларек, что там, купи майонезику, хлебушка, риску пакетик. Нет, он сказал, кто любит меня, мне от вас ничего не надо, меня сейчас изобьют, осудят, изобьют, оплюют, изобьют, распнут, я убьют, пронзят копьем, я умру, воскресну и вознесусь. Мне от вас не надо было ни до, когда я был на небесах с Отцом Небесным, ни когда я сошел, я от вас ничего не просил. Господь лишь, почему я вот принимаю какие-то дары, подаяния, подарки даже вот простые, ну Господь позволял тоже. Мы позволяем любить друг друга, это тоже радость. А как сделать из себя такого, мне ничего не надо, да? Да это же радость. Вот сестры шлют мне рубашки, ну я стараюсь, конечно, останавливать, чтобы меня там вообще у тебя шкаф не лопался, а то я там сказал, что у меня одна рубашка и все. Но мне приятно, мне приятно, что я вот ролики записываю, теперь эти рубашки одеваю. Я думаю, что сестре там приятно, что я вот в ее подарки. Это здорово. Мы любим и позволяем себя любить, и Христос во плоти так делал. Ну долго ли он это делал? И что он просил? Нет. Ну что-то ему делали, служили там, есть готовили уже, когда он вышел на служение, да? Да, Петр за него рыбу ловил, налоги платил, да, все, его кормили, ему волосы мыли, вы помните, ноги даже волосами и отирали. И так женщины, как ему только не служили. Вот. Ну да, что-то делали, им подавали в этот ящик, они все это раздавали, безусловно. Он позволял себе служить, но долго ли это было? Вот он и показал, что это нормально. Но что он, когда его хотели сделать царем, он убежал, он ушел, уклонился. Его же хотели, помните, когда в пустынке накормили? Он накормил хлебами. О, хотели взять его и сделать царем Израиля. Нет, не надо ему это. Он отверг это в пустыне и показал это до конца. Вот. Был нищим проповедником, где некогда главу было преклонить. Вот. Поэтому заповедь одна, братья и сестры. Я вам хотел просто вот это рассказать, чтобы вы могли, как Петр сказал, дать твердое упование в своей вере. Когда он будет на это Матфея ссылаться, то вы ему скажи, ты что, иудей? Ну ты почитай контекст-то. Ну сказал он, да. Это говорил Бог иудеям. Уже его ученики такие же евреи, такие же иудеи. Фарисеи из фарисеев, что Иаков наверняка. Что нам о нем так не сказано, прямо как Павел сам себя свидетельствует, что он фарисей из фарисея. Сын фарисея, да, вот. Чисто непорочный перед законом. Вот. Чего? Я, честно, я не помню. Я могу ошибиться в комментариях. Пожалуйста, напишите ссылки сразу. Но я этот вопрос взял на заметку. И когда буду перечитывать, сейчас я просто писание не так много читаю. Лето, огород, все дела. Я, конечно, вот проповеди эти пишу. Не так много пока. Ну, сейчас скоро отопительный сезон, и буду сидеть в своей конуре. Вот. И вот я специально прочел уж чего-чего. И Акова, Петра, Иоанна, Иуды, по-моему, этого достаточно. Хотел еще деяния. Но я так по памяти помню. Первую проповедь, вторую проповедь Петра. Павла проповеди там и в Ариапаге, и перед кем только не было. И по Ариапаге, по царям, когда паре стены. Да я точно помню, что никогда они не призывали любить неведомого Бога. Наоборот, все было. Все наоборот. А не познав, познав весь Ветхий Совет. Прочитайте после моей проповеди, откройте 49-й Псалом. Он вот такой вот. Я его, честно, тоже не помню. Но там тоже Господь... Ну, там много где в Ветхом, знаете, этих моментах. Когда Господь, а уж в пророках этого тоже навалом. Господь говорит, да что вы думаете? Мне что, нужны ваши овцы или козы? Я что, пью, говорит, кровь, что ли, или ем их не мясо? Говорит, вся земля моя и все, что наполняет ее. Говорит, если бы я даже и нуждался в этом. 49-й Псалом просто мне больше всего нравится. Он такой чудесный. Он говорит, я что спросил бы тебя, человек, кто ты есть? Я что, у тебя спрашивать буду там эту овечку взять? Нет. Любовь к Богу, это не зря это образ отца. Это образ того, что мы дети, нам ему дать нечего. Это лишь внутреннее чувство благодарности. Вот благодетель, когда нам дает, мы потому и не знаем, мы ему дать, мы потому и попросили, потому нам дал, и потому мы просто благодарны. Потому что дать нам взамен нет, чем мы потому и попросили. Но я не беру случаи. Но это тогда не благодетельство. Даже если вы не деньгами, а чем-то другим отдали. Это уже бартер. Раньше и денег-то не было 100 тысяч лет назад, или когда-нибудь 10 тысяч. Не у всех народов до сих пор есть. Это уже обмен, если ты равно что-то отдал. Нет. А если ты какую-то финтифлюшку дал, знаете, как монетку там, за какой-нибудь там драгоценный ножик, но надо вот монетку дать там по какому-нибудь языческому суеверию, чтобы чего-нибудь не было. Это вообще не считается даже. Смешно, ты же не заплатил и не отдал. Это так суеверие все. Поэтому, конечно, тебе благодетель что-то делает. Человек вот просто, даже вот ты на дороге упал, тебя подняли. Ну что ты ему денег будешь совать? Ты говоришь, у тебя просто чувство благодарности. Но оно выражается обычно в слове там спасибо. Вот, все. Так же Отцу Небесному. Любовь к Богу, все, что мы можем, быть детьми, он сказал. А у детей чувство одно. Нам родители в детстве, помните, они нам все дают, они источники дать нам, кроме улыбки и спасибо, нечего. Все, чему нам учат родители в детстве, это благодарить. А спасибо. А спасибо сказал. А доброе утро. Вот и мы, мы молимся, мы встаем. Господи, Отец наш Небесный, Папочка, доброе утро, слава тебе. А в очи. А в очи древнее слово означает папочка, нежное обращение к Отцу. Всегда это было на Востоке. Сам Господь нас научил. Павел нас это говорит. Вы, если дух осыновления приняли, то и мы взываем. А в очи, Папочка. Все это, все, что любовь к Богу как выражается. Вот я говорю, могу вот эти я привести. Я не готовился настолько к ролику, я говорю, проповедь-то огородная. Не ставлю цели собрать все, что можно там из Писания. Вот это что такое, любовь к Богу, сушното. Пошло-то к невидимым. А Иоанн Богослов четко и грозно говорит. Ты, который говоришь, я люблю Бога. Как ты можешь его любить-то? Бога никто никогда не видел и дать ему нечего. Он говорит, любящий Бога любит ближнего своего. Все. Нет другой формулы. Поэтому заповедь одна. Я говорю, особенно вот Иоанн Богослов у него всегда, это Альфа и Омега. Кто прочитает, вот особенно у меня на сайте, посмотрите, там очень хорошо все это разбито, чтобы в глаза это бросилось. Вот там с третьей главы, я уж не помню, одиннадцатый стих, что ли, его первом послании. И конец с четвертого до пятой главы. И как он хорошо пишет. От начала благовестия мы имеем, чтобы любили друг друга. И говорит, что они как Кайну Белавеля. А где мы читаем в книге Бытия, что Бог сказал любить друг друга? И я вот откуда этому научился? Говорит, ой, ты там что-то сам проповедуешь. Я Иоанн Богослову читал, и там четко написано. От начала ссылается, а где Кайна? Вот этот образ, древо жизни, там все, это же есть образ любви. Когда Господь сказал, возделуй и храни. Конечно, я молился Богу, чтобы он мне открывал эти образы в свое время. И все открывал. Вот апостол пишет, от начала мы имеем. Потом в серединке пишет, а заповедь его та, отца, говорит, чтобы мы веровали в Иисуса Христа. Он не говорит, чтобы мы любили его. Заповедь отца, не чтобы мы его любили, а говорит, чтобы мы веровали в Иисуса Христа и любили друг друга. И заканчивается эта четвертая глава. Я там специально, я так скажу, снова строчки делаю, чтобы это бросалось в глаза. А от него, от Христа, потому что там переходит он к последнему времени. Это вот последнее время, когда Христос воплотился. Поэтому заповедь и Господь говорил, воля его, чтобы вы веровали в меня и любили друг друга. И он богослов это и говорит. Окончает, а заповедь от него, там от Христа речь идет. Он говорит, мы имеем от него, мы имеем, ну так он, по-моему, говорит, да, а заповедь от него, или как там, от него мы имеем заповедь, чтобы мы любили друг друга. В общем, все три раза, все. Нигде нам не сказано, чтобы мы любили Бога. Нигде. Даже Христа, даже Христа, грубо говоря, вот так, если. Мы его любим, конечно, любовью любим, внутренней. Именно поэтому, говорит, кто любит меня, тот будет все это исполнить. Потому что мы полюбили Бога, полюбили его святость, чистоту, его промысел о нас. Признали его, что Иисус Христос – это Бог, которому имя – любовь. Ну, об этом я буду другие уже ролики писать. И что так вот? Я говорю, если кто-то мне найдет, что хоть один апостол говорит, любите Бога, первая заповедь. Ведь Христос же сказал и научил. Что-то они не исполняют от этого. Это как я всем показываю, вот этим своим проповедникам или кому-то наставникам. Задайте им эти шаратки. Что же апостолы не исполняют? Я в ваши книжечки должен верить. А где, как вы говорите, мы преемники? Вы только нас идите со своими там этими руковозложениями, рукоположениями. А учения-то вас где преемственно это? Никто из апостола не учил любить невидимого Бога. Только любить ближнего. В Матфею вроде как от имени Бога. Хотя это приписка вот этих вот соборных монахов, которым надо было собор притянуть к этой Троице. И пишут, идите в крест, идите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что-то ни в одном Евангелии больше этого нет. И в Деяниях, книгах, которые Лука, который Евангелие писал, по тщательному исследованию уже имея оригиналы в то время. У нас-то нет оригинала по Матфею уже, естественно. У нас есть какие-то рукописи 2-3 века, а оригинала нет. А у Луки все было. У него было Марка, Матфея, скорее всего, все это на руках. Он же говорит, что я уже, как уже многие пишут эти события, описывают. И я, говорит, по тщательному исследованию, действительно, его Евангелие, Деяние, книга, видно, как этот, если он врач был по-настоящему, как мы от Павла узнаем, то и правда. Вот такой скрупулезник. А пишет, в какое время там Христос при Понтипилате этот-то провел там-то, этот-там-то. Ну, по сути, был на полставки историком, да. В нем это чувствуется, жилка. И что-то он не пишет. И что-то вся книга Деяния, ни один апостол во имя Отца и Сына Святого Духа не покрестил. Все крестили во имя Иисуса Христа. Для получения прощения и дара Святого Духа. Задайте своим этим вопросы. Все, они в лужу сядут, ответить нечего. Ну, кроме того, что вот наши отцы, а где же тогда апостолы? Что, ваши отцы святые апостолов, а вы не перегибаете полку ли? Это новое учение, новое учение. Не старое, вы не храните переданное вам, а вы храните вот именно ваше предание, которое нагромоздили, и вы даже, уже Новый Завет, у вас такая пелена на голову покрывала, легла, что вы уже Нового Завета не видите. И вы не можете свое учение сравнить даже с учением Иисуса Христа, которое апостолы действительно хранили в совершенстве и передавали. Мы это вот видим четко. И так куда ни плюнь в эти учения. Ну, пальцем не тыкни, плевать туда не надо. Все, что не согласуется с учением Господа, переданное нам апостолами, поэтому мы храним весь Новый Завет вместе тоже, то не принимайте. Мы спасаемся только любовью к ближнему, делами любви к ближнему, а не словами и языком, пустословием. Я люблю, люблю. Ну, все, на этом я закончу. Давайте помолимся. Надеюсь, вам это помогло, и вы теперь будете утверждены, и сможете других утверждать в этом. Потому что это истина. Вы прекрасно мои слова можете все проверить по Новому Завету. Господь мой, Бог наш, Иисус Христос, спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою. Спасибо. Спасибо за эту трансляцию, за то, что открываешь нам ум к разумению Писаний, истину, истину Слова Твоего, и познание Тебя для жизни нашей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Спасибо Тебе за все, и за всех братьев и сестер, всех алчущих и жаждущих Тебя, любящих и чистых ближнего, в чистых сердцах и любящих ближнего. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Спасибо Тебе за все. Слава Тебе, Боже. Ну, все, давайте на этом прощаться. Кому понравился ролик, ставим лайк. Кому не понравился, все равно ставим лайк. Делитесь, кем считаете нужным. На канале я сделаю тогда плейлистик, наверное, как минимум уже. Ну, я роликов же много по описанию говорю. Но это уже как минимум два по заповеди, чтобы они, видите, они получаются в такой небольшой все-таки связочке, чтобы сразу могли ссылкой поделиться. Я и думаю, что я ее сейчас справа добавлю, и вы ее увидите. Вот где я говорил, что заповедь одна, и вот мы сейчас еще записали, что она действительно одна. Что любить надо именно ближнего, а не какого-то невидимого, никому не ведомого Бога. Вот. Ну, все. На этом тогда будем прощаться. Все мои адреса канальчиков наверху. Контакты для связи внизу. Ну, и вот полезные ссылочки будут справа. Все. Всех храни Христос. Пока-пока. Пока-пока.